Мы с вами, Александр Юрьевич, посмотрим, что у нас было на конуе-одиночке на дистанции 1000 метров. У нас шел 1000 метров Сергей Пострехин, уже в ранге олимпийского чемпиона на дистанции 500 метров. Вот он на экране, выступает по 7-й воде. Ну, кстати, первый приехал на старт. По 9-й воде венгерский спортсмен, по-моему, зовут Вихман. Ну, в общем, помним, какая напряженная была борьба на дистанции 500 метров. И я думаю, что вот и здесь, на дистанции 1000 метров, здесь уже соперники учли какие-то вещи, да, наверное, так сказать, опыт предыдущего старта. Соперники ведь те же. Ну, вот по 7-й воды пострихим, да. Я опять верю, очень техничный спортсмен. Почему он немаленького роста? По 1,90 метра. Мощный. Не просто ему в этом каное. Ну, вот как видите, погода просто благоприятствовала проведению грибных заездов, поскольку особенно в каное очень сильно влияет ветер. Если вот вы видите, каное, если грибут, кто с правой стороны, кто с левой стороны от лодки, ветер очень сильно влияет на результат. И, как видим, погода сейчас благоприятствует всем грибцам. Ну, лето было прекрасное. Это вот конец июля, начало августа, когда проходила Олимпиада в Москве. Там действительно была прекрасная погода. И для соревнований она была очень комфортная. Ну, в особенности рядом с водой, да, Александр Юрьевич. И много зрителей же было. Вот телевизионный автобус, микроавтобус, вы его видите, сопровождает нашу группу. Там в окончике ситоператор. Тогда еще не было. Все так приспособлено, как сегодня, для трансляций различных видов спорта, в том числе и гребли. И вот, все-таки, Сергей, он долгое время лидировал здесь. Долгое время лидировал. Вот, посмотрите, он за ним идет болгарский гребец и спортсмен из ГДР. И Чех тоже неподалеку. Либор Дворжек. Вот, первую половину дистанции Пастрихин проходит, в общем-то, достаточно мощно и, так сказать, по-чемпионски. Но тактика совершенно другая на тысячи метров. Да, конечно, тысячи метров это дистанция, ну, так скажем, очень коварная, потому что на одном дыхании ее не пройдешь, а если много будешь отдыхать, то, естественно, проиграешь. Это все зависит от тактики. Вот, Сергей идет очень неуверенно сейчас, пройдены больше половины дистанции. Ну, посмотрите, как, в общем-то, подкрадываются, буквально подкрадываются соперники. Вот там по третьей воде. По третьей воде. Ну, сейчас мы это хорошо видим. Ну, основная борьба на тысячу метров, конечно, разгорается на финише, где-то за 200, за 150 метров до финиша. Уже ли как болгарин, Любовер Любенов, да, подкрался буквально к Пастрихину после 500 метров пройденных. И сейчас вот он уже его буквально-буквально достает он его. Да, борьба... Да, посмотрите, они уже его достали. Напряженно идет. Очень напряженно идет. Согласитесь, очень трудно собраться на финише, да, когда ты выложился там на первой части дистанции. Да, здесь вот на протяжении дистанции тысячи метров лидеры могут меняться и не по одному разу. Вот вы посмотрите, какая борьба происходит на дорожках. Уже непосредственно вот сам финишный рывок происходит. Да, это мы видим борьбу за бронзу, за борьбу за бронзовую медаль. Здесь сразу три команды, две команды претендуют. Ну, вот и все-таки молодец Болгарин, молодец. Смотрите, вот он уже обошел на финише Пастрихина. И, увы, но для нашего спортсмена, ну, для Болгарина это золотое мгновение. Провел громадное мужество, пройдя такую дистанцию в таком темпе. Ну, надо дать должность, значит, его тактика была лучше, вот, и, может быть, и сил больше сохранил он, так сказать, для этой. А может, готовился цель неправильно. Надо сказать, что вот посмотреть, здесь вот мало показали, там, например, югославский спортсмен Любик, тоже очень высочайшего класса спортсменов, на Монреальской Олимпиаде он призером был. Вихман, в том же Венгрии, тоже многократный чемпион мира Олимпийских игр. Они тоже остались за кадром даже вот этих съемок, то есть далеко от первых мест. Ну, в общем, вывод между собой тогда, как обсуждая вот этот уровень Московской Олимпиады регата, вот это грима, как вы оценивали, так сказать... Ну, оценили как, вы видите, что наши спортсмены борются буквально за каждую секунду, вот, но уровень гребля во всем мире очень высок, поэтому и конкуренция большая, особенно, вот, социалистический лагерь преуспевал в этом. Но не было такого ощущения, что вот бойкот Олимпиады, многие это пересечки страны... Нет, на наш вид спорта это не так отразилось. Не отразилось, да. Да, ну что ж, это действительно, вот, видите, вторая медаль на Олимпийских игр, Пастрихина, золото и серебро, это достойно. Ну, и, конечно, поздравляли мы тогда, 30 лет назад, все москвичи, мы, конечно, поздравляли и наших друзей из Болгарии в том числе. Они становились чемпионами, завоевывали награды на наших спортивных аренах, и это было...